мне 47 47 лет и ты решил заняться актерским мастерством почему я с детства занимаюсь творчеством сочиняю стихи музыку пишу придумал всякие истории снимаю их на телефон мне просто очень интересно это направление и живя в городе москве и не есть возможность сниматься и поэтому я решил освоить актерское мастерство подходить к этому делу профессионально как долго ты думал начать обучение все-таки пришел к тому выводу что надо учиться актерского мастерства но на самом деле несколько лет я ходил облизывался когда видел в интернете рекламу потом приходил на бесплатные встречи когда показывали мастер-класс да я приходил смотрел и вот ну наверное лет пять три-четыре года вот в это время я все размышлял стремился хотел но он созрел подошло время когда я созрел и не жалею об этом потому что могу сейчас уже получать основы учиться и помощь актерского мастерства я понимаю саму структуру актерского мастерства что это не просто лицедействие движение рук мимика лица то что это действительно нужно прожить эту жизнь это психология мне очень нравится психология и я тогда уже начиная даже смотря фильмы я понимаю игру актеров я понимаю что они делают почему они это делают и когда я чувствую то что они хотят донести я вижу что замечательный фильм замечательная игра актера я хочу также достичь этого мне это интересно и хочется чтобы те эмоции те персонажи которые возможно мне в будущем ожидают чтобы я мог их передать через камеру зрителю сейчас давай попробуем войти в зону c вот ну то есть чтобы ты потом посмотрел разницу как ты давал интервью до этого и как ты сейчас будешь говорить рассказывать мы сейчас будем с олегом работать над монологом олег как монолог так так молок называется монолог старого концертного рояля мы его на прошлом уроке разобрали с тобой правильно да давай покажем повернем к зрителю как мы его разобрали по тактами действиям мы его разобрали доказать что нет святости и правды в этом мире да мы мы делали несколько циническая задача олег ты чего ты чего циническая задача умереть с достоинством вот так подожди а что тогда мы смотрели в конце доказать что нет святости и правды это вот мы на 3 это мы на 3 такт с собой поставили действия действия направленные доказать что нет святости и правды прошу меня просить все все умереть с достоинством умереть с достоинством да вот у нас такая страническая смешная задача получилось умереть с достоинством так сконки у нас получилась с тобой такта так у нас получилось пять пять тактов получилось ух! то есть на каждый такт 우리 doin да на что у нас направлено действие у меня в Komm procons профессиональные актеры поймут непрофессиональные актеры добро пожаловать на обучение 월� Кстати, почему ты выбрал именно обучение Ларе Шум? Скажи мне, пожалуйста. Ну, ты, Лара Шум, подходишь к этому делу профессионально. То есть, конкретно, здесь я увидел акцент на киношное обучение именно, потому что очень много предложений театрального актерского мастерства. А здесь работа на камеру, эмоции. Эмоции. Да, да, да. Работа на камеру, эмоции. И я смотрел ролики, которые выставлены в интернете. Это ученики, которые твои. И мне тоже захотелось это приобрести, и поэтому я обратился к Ларе Шум за помощью. Отлично. Так, теперь мы поехали работаем с тобой дальше. Так, первый такт. Ребят, мы не будем читать или прочитаем весь монолог сначала, да? Давай прочитаем весь монолог, потом пойдем отдельно будем прорабатывать каждый такт и действие, ладно? От первого до последнего, до пятого. Хорошо? Действие будем прямо отрабатывать. Давай прочитай весь монолог. А с самого начала то, что здесь поясняется, да? Да, да, да. Монолог старого концертного рояля. Хорошо. Монолог старого концертного рояля. Зрительный зал в оперном театре. Представление окончено, свет погашен. Из дальней кулисы выезжает черный концертный рояль. На протяжении всего монолога медленно катится к краю сцены. Вздыхает. Хвала создателю, закончен бенефис. Утихла музыка, безмолвие, покой. Лишь тень печальная снует во тьме кулис. То призрак оперы шалит во тьме ночной. Безумный старец. А в былые времена он без труда сводил с ума прекрасных дам. Теперь, когда ему бывает не до сна, Гоняет крыс и тихо воет по ночам. Опять вздыхает. Далее с напором. Порочный век, где нынче слава прежних дней. Мораль забыта, бездуховность правит бал. Вчера, к примеру, некий тенор, вот злодей. Но мне украдкой, здесь был Вася, начертал. А композиторы, бессовестный народ. Один из них в порыве творческих потуг. Мне с наглым видом между струн воткнул фагот. Мол, совершенно уникальный выйдет звук. А Примадонны. Выступала как-то раз на каблуках и в декольте. Приличный вид. Но, как сказал мне по секрету контрабас, На самом деле Примадонна трансвистит. Делают паузу, переводят дыхание. Да, прав Шекспир, похоже, мир сошел с ума. В нем нет святости и правды тоже нет. Вся наша жизнь – один большой кусок дерьма. Ах, я несчастный и никчемный инструмент. С грохотом падает в оркестровую яму, Издавая гулки, диссонирующий звук. Вот вы сейчас слышали, как прочитал Олег, И все вот так будете читать, Если вы не будете разбирать монолог, Который важно разобрать, Важно знать, на что мы направлены, Что мы хотим доказать, То есть, чего мы хотим добиться, да? Сценическая задача – это то, Чего мы хотим добиться, правильно, Олег? Да. Умереть с достоинством. То есть, наш рояль хочет умереть с достоинством. Правильно я понимаю? Да, все правильно. Так, теперь мы будем репетировать этот монолог по тактам. И на что у нас каждый такт Будет направлено действие этого такта. Все такты и действия направлены На решение сценической задачи. Сценическая задача, еще раз, пятый раз напоминаю, Умереть с достоинством. Итак, первый такт у нас, читаем, Олег. Первый такт – показать любовь. Стоп, читай. Сам первый такт. Хвала создателю, закончен бенефис, Утихла музыка, безмолвие, покой. Это так Олег читает, так сказать, без действия. Теперь мы добавим действие сюда. Первый такт, значит, скобочка открылась, хвала, Скобочка закрылась, покой. Первый такт у нас – показать важность момента, правильно? Да, да, да. Давай, теперь читаем так, что мы показываем важность момента. Поехали. Хвала создателю, закончен бенефис, Утихла музыка, безмолвие, покой. А, это два, сразу говорю. Так, ребят, еще мы не включаем, сейчас наша задача – не включить персонаж. Сейчас наша задача – это такты прорепетировать, чтобы мы потом дальше смогли работать уже и входить в персонаж и все остальное. Сейчас у нас репетиция получается. Так, для него, ты с такой радостью прочитал, да? У нас сценическая задача – умереть с достоинством. Он ждал этого момента. Для него этот момент важен, чтобы все закончилось. То есть, вся вот эта вот мишура, которая, извините меня, трансвистит, который уже спел, на него уже начертали Вася во время там выступления, что там еще, еще, в Ахфагот уже в него воткнули. Все, позор уже закончен. Когда он выступал на сцене, теперь для него выступление на сцене – это позор. И для него этот момент, он самый дорогой. Не то, то есть, раньше, если для него был момент, когда он выступает на сцене, это был важный момент. Сейчас для него важный момент – это то, что закончилось все. Его минута позора, вот с этим начертанием здесь был Вася, и с воткнутым фаготом, и с поющим трансвиститом, он закончился, этот позор. У него сейчас есть возможность освободиться от этого. И важен вот этот момент теперь. Покажи зрителю, что важен вот этот момент. Поехали. Хвала Создателю, закончен бенефис. Утихла музыка, безмолвие, покой. Нет, ты не вгоняешь. Ты не вгоняешь. Но, насколько я понимаю, он же радуется, что это закончилось. Следовательно, это важный момент, показывает, что… Ты решил умереть. Ты будешь… Ханан Создателю, я сейчас сдохну. Ты так будешь делать? Для него это шаг в следующую жизнь, как говорится. Да, может, его разберут или выкинут на помойку, где он уже будет рассказывать свои какие-то истории. Для него это глубокий момент. Все. Он сейчас делает следующий шаг, в отличие от этого призрака оперы. В нем силы больше, понимаешь? Хвала Создателю, закончен бенефис. Утихла музыка, безмолвие, покой. Вот, молодец. Въехал? Да. Можешь сильнее. Мы сейчас это оставим, но тут закончен бенефис. Вот это тоже важная строчка. Что, знаешь, напиши карандашиком, внесу кривляние, закончено. Клоунада. Вот прямо внизу закончен бенефис. Клоунада закончен. Клоунада напиши. Клоунада закончена. Это будет внутренний объект. Так. Утихла музыка, безмолвие, покой. Дальше. Второй. Так, читаем. Просто читаем, да? Да. Лишь тень печальный основет во тьме кулис, то призрак оперы шерлит, то призрак оперы во тьме ночной безумный старец, а в былые времена он без труда сводил... Не надо мне вот это вот... Это мы сейчас все равно у тебя будем переделать. Лишь тень печальный сует во тьме кулис, то призрак оперы шерлит во тьме ночной безумный старец, а в былые времена он без труда сводил с ума прекрасный дам. Теперь, когда ему бывает не до сна, гоняет крысы, тихо водит по ночам. Это у нас будет второй такт. Скобочка открывается на слове лишь, скобочка закрывается, тихо водит по ночам. Все, это второй такт у нас. На что он направлен? Он доказывает никчемность великих, их некомпетентность. После звездной славы, то, что мы вчера разбирали. То есть, доказать никчемность великих, их некомпетентность после звездной славы. То есть призрак оперы у нас раньше был... Звездой. Звездой. И в итоге, после того, как он стал призраком... Да, все закончилось, и он просто вот сейчас нечем заняться... Опустился. Опустился, да. И вот он только гоняет крыс. Отлично. Вот, ребят, сейчас попробуем вот этот такт прочитать. Действие у нас направлено на то, чтобы доказать вам, что иногда звезды потом моют полы. Сейчас. Лишь тень снует во тьме кулис, то... Лишь тень печальная снует во тьме кулис. То призрак оперы шалит во тьме ночной безумный старец. А в былые времена... Ах... Да, да, да. Он без труда. А, да, да. А в былые времена он без труда сводил с ума прекрасных дам. Теперь, когда ему бывает не до сна, она гоняет крыс и тихо воет по ночам. А, вот здесь опять ошибка всех актеров, профессиональных и непрофессиональных. Что ты опять сделал? Сегодня ты эту уже ошибку делал. А, полярность. Молодец. Ты сразу пошел, что тебе этот призрак оперы, он тебе... Ну... Очень неприятен. Он тебе неприятен, потому что... Смотри, а в былые времена... Вот, кстати, тут вот этот такт можно еще по тактам... Ну, да, потому что здесь эта мысль... Да, а в былые времена, да, он без труда сводил в прекрасных дам. Вот-вот получается еще так у нас. Теперь, вот тут вот у тебя показываешь ему, когда ему бывает не до сна, гоняет крыс и тихо воет по ночам. То есть возьми еще карандаш. Давай мы сделаем этот монолог. А в былые времена он без труда сводил с ума прекрасных дам. Это еще получается у нас будет с тобой такт. Кем он раньше был, да? А второй... А, вот теперь, когда ему бывает не до сна... И кем он стал? Кем он был? Кем он стал? Кем он стал? Вот это делаем. Давай. Да, да, да. Кем он был? Кем он стал? Кем он стал? Кем он стал? Кем он стал? Сначала, да, второй? Да, конечно. Так, конечно. Кем он стал? Ведь жизнь происходит за сценой, правильно? Вот так и читай. И не надо к призраку оперы сразу относиться негативно. Не надо показывать зрителю, он не дебил, он потом догадается. Давай. Вот что-то там происходит за кулисами, первая строчка. Лишь тень печальная снует. Вот смотри, закрылись кулисы, но жизнь продолжается. Лишь тень печальная снует во тьме кулисы. То призрак оперы шалит во тьме ночной. Безумный старец. Только после то не делай вот эту глубокую паузу. То призрак оперы. У тебя привычка то, так, маг. И ты делаешь такие глубокие паузы, этого нельзя дальше. А в былые... У нас кино, а не театр. А в былые времена он без тру... Хотела немножко так акцент сделать. А в былые времена он без труда сводил с... Он без труда сводил с ума прекрасных... Да. Робот Вертера. А в былые времена он без труда сводил... Так, сейчас еще раз. А в былые времена он без труда сводил с ума прекрасных дам. Прекрасных дам. Кого ты считаешь прекрасной дамой в своей жизни? Мою жену. Пиши внизу. Моя жена. Он без труда сводил с ума прекрасных дам. Он без ума сводил с ума... Он без труда? Ну, без разницы. Ладно, теперь, когда ему бывает не до сна, поехали к этой строчке. Теперь, теперь, когда ему... Теперь, когда ему бывает не до сна, гоняет крыс и тихо воет по ночам. Мы точку поставили, а точка у нас не ставится в этом. Так, давай еще раз попробуй. Соедини все вместе. Второй такт полностью, да? Лишь тень печальная снует во тьме кулис. То призрак оперы шалит во тьме ночной. Безумный старец. А в былые времена он без труда сводил... Он без труда! Он без труда сводил с ума прекрасных дам. Теперь, когда ему бывает не до сна, гоняет крыс и тихо воет по ночам. Молодец! Ну, будем еще репетировать, но он не... Вот пока так оставим. Так, третий такт. Читаем очень... Так, давайте так. Третий такт у нас будет. Порочный век начинается, скобочка открывается, и скобочка закрывается на, на самом деле, Примадонна трансвестит. Читаю, да? На что? Сначала на что у нас направлен второй такт? Ой, третий такт. Третий такт. Заставить понять, какие они слепые, то есть зритель. Вы смотрите и слушаете, видите, а не знаете, какие они... Это так, что нет святости и правды. Нет святости и правды у нас. У нас любой дебил может выйти на сцену и начать, собственно говоря, играть в произведение искусства, а зритель встанет и будет аплодировать. Так, ну что, поехали, попробуем. Давай. Порочный век. Смотри, ты же собрался умирать из-за чего? Ну тебя, считай, практически изнасиловали морально. Не физически, но можно изнасиловать и морально. Поэтому тебя уже вот просто изнасиловали. Так этому, поэтому вот это порочный век для тебя. Порочный век. Нет, тебя не изнасиловали сейчас. Ты умный, знаешь, такой Олег Бабихолов. Я правильно произнесла? Точно. Наконец-то, да. Ты просто вот Олег Бабихолов решил так поумничать и сказать так философски. Порочный век, ребят. Вот я знаю, что он порочный, а вы такие тупые. Нет, ты должен здесь прочувствовать вот то, что на тебе здесь был Вася, начертали. Или свой какой-то неприятный момент вспомнить. Порочный век. Молодец. Где нынче слава прежних дней. А че вышел-то? А. Че такой умный-то стал сразу? Так, я Олег Бабихолов, я все знаю. Сейчас я сейчас научу, как надо жить. Порочный век. Где слава прежних дней. Вот. Мораль забыта. Бездуховность правит бал. Угу. Вчера? Вчера. А, так полегчало. Вчера. Вчера. Стрончик я сделаю, молодец. И потом мне приезжали. Вчера, к примеру. Вчера. Вчера, к примеру, некий тенор, вот злодей. Но мне украдкой здесь был Вася, начертал. Вчера, к примеру, некий тенор, вот злодей. Но мне украдкой здесь был Вася, начертал. Угу. Так, дальше. А композиторы? А комп... Угу, бессовестный народ. А композиторы, бессовестный народ. А композиторы, знаешь, вот бессовестный народ. А композиторы? Паузу, сделайте сундуручку здесь. Так. Какой он народ, да? Вот, вот, козлы. Угу. А композиторы? Бессовестный народ. Угу, молодец. А композиторы? А композиторы, бессовестный... Бессовестный... Цезура, поставь три палки. Три палки, три цезурки. Хорошая, большая пауза. Вот у тебя там очень хорошо получилось. Если, конечно, там записалось, я возьму тот дубль. Давай. А композиторы? Бессовестный народ. Эх, тот дубль был лучше. Сейчас расслабился, сделал уже. Мозг такой, ага, я сделал, ура, больше дальше не буду ничего делать. Давай еще раз попробуй, соберись. Спроси меня, а композиторы, вы знаете, что они делают, козлы такие? А композиторы, бессовестный народ, один из них в порыве творческих потуг, мне с наглым видом между струн воткнул. Ни с наглым видом между струн воткнул фагот, мол, совершенно уникальный выйдет звук. Да, так, устал, ага. А приматон, вот здесь твои отношения, как ты их относишься? Да, опять, это же самый вопрос, так. Нет, давай, ну, допустим, тебе не нравится, как я понимаю, то, что мужчина поет переодетый в женщину, правильно? Тебе как роялью старому воспитанному это не нравится. Вот покажи вот здесь вот свое отношение. А при Мадонне выступала как-то раз на каблу. Стоп, вот смотри, вот когда в тебя втыкают фагот, ты там показал боль. Вот прям напиши, боль, правильно. Это, кстати, у нас получается, может быть, даже отдельный танк. А вот при Мадонне покажи то, что тебе это не нравится. Это уже куда ниже плинтуса люди упали, понимаешь? У нас вся сцена вокалов, это все, извините меня, мальчики, которые прошли через одно место. Называется пятая точка. У нас нет известных певцов, которые, извините меня, не прошли через одно место. У нас я через одно место, ты и звезда. Начиная там, допустим, с неких, особенно молодые мальчики, которые сейчас на сцене вылупляются. И тут то же самое получается. Ты понимаешь, до чего дошел? То есть, чтобы стать звездой, ты не потому, что ты талантлив, а потому, что ты хорошо даешь. Вот тебя, вот этот факт тебя возмущает? Вот это, напиши внутренний объект. Вот тебе нравится вот то, что происходит? Мне, допустим, не нравится. Ну а куда деваться? Хочешь быть звездой, извините меня, дайте в пятую точку. Да, я вам, зрители, это в открытую говорю. Так что, девочки, которые любят молодых мальчиков, певцов, я вам сочувствую. Так, давай, о Примадонне. О Примадонне выступала как-то раз на каблуках и в декольте. В декольте. В декольте. В декольте. В декольте. В декольте. Дочь почувствовала, ложная декольте. На каблуках и в декольте приличный вид. Но как мне, ну как сказал мне по секрету контрабас? На самом деле Примадонна трансвестит. Нет, ну как сказал мне по секрету контрабас? Он же по секрету тебе сказал? Ну как сказал мне по секрету контрабас. И вот здесь не надо слишком эмоционер. На самом деле Примадонна трансвестит. Ты ненавидишь ее? На самом деле Примадонна. Не будь слабым. Ты сейчас пошел. На самом деле Примадонна трансвестит. На самом деле Примадонна. Покажи, ты сейчас внешне пытаешься сделать, а я хочу, чтобы ты внутренне мне сказал, вот что ты ненавидишь в жизни? На самом деле Примадонна трансвестит. Нет. Нет. Что тебе в жизни не нравится? Мне не нравится, когда мужики одеваются в женскую одежду. Вот точно так же сейчас и скажи эту строчку. На самом деле Примадонна трансвестит. А вот как говорил мне эту строчку, вот точно так же и скажи. Не надо на слове трансвестит делать акцент. Ты сейчас очень хорошо сказал. На самом деле Примадонна трансвестит. Ну-ка еще раз, скажи мне строчку, что тебе не нравится еще раз? Мне не нравится, когда мужчины переодеваются в женскую одежду. Говори. Что он на самом деле Примадонна трансвестит. Понял? Посмотри потом этот дурак. Еще. Понял? Ты показал свое отношение. Молодец. Умничка. Дальше так. Делать паузу, переводить дыхание. Четвертый такт у нас получается, строчка открывается. Да, прав Шекспир, строчка закрывается. Один большой кусок дерьма. Так. На что у нас направлено? Ну, согласитесь, что я прав. Согласитесь, что мир действительно большой кусок дерьма. То есть мы вчера это записали. То есть само должно согласиться. Ну, согласитесь, что я прав. Да. Что Шекспир тоже был прав. Да. Что мы с Шекспиром заодно. Есть еще культурные люди, да, на планете Земля. Так. В России. Да. Я попробую, как я представляю. Да. Да. Прав Шекспир. Похоже, мир сошел с ума. В нем нету святости. И правды тоже нет. Вся наша жизнь. Один большой кусок дерьма. Мы потом умереть с достоинством не перейдем. Ага. Ты же идешь к финальной точке. Я иду к финалу, да. Да. Вот что дело. Так, я иду к финалу. Конечно, мир большой кусок дерьма. Ты, знаешь, как бы спрашивай зрителя. Есть Шекспир. Он сказал какие-то слова. Разве вы будете спорить с Шекспиром? Конечно, нет. И вся наша жизнь, да. Один большой кусок дерьма. Ага. И готов ли я жить в этой жизни? Ну-ка, давай попробуем. Да, прав Шекспир. Похоже, мир сошел с ума. В нем нету святости. Спрашивай меня. В нем нету святости. И правды тоже нет. Вся наша жизнь один сплошной кусок дерьма. Нет? Так, 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 так. Я должен спросить. Ну-ка, сядь-ка немножко нормальная ко мне. Вот так вот. Во. Возьми. Давай попробуем еще раз. Да, прав Шекспир. Прямо на зрителя, чтобы ты шел телом. Да. Прав Шекспир. Весь мир сошел с ума. А, похоже, похоже. Похоже, мир сошел с ума. Без разницы. Да, хорошо. Я тут сейчас твоя интонация сошел с ума. Да. Прав Шекспир. Похоже, мир сошел с ума. Ну-ка, смотри в камеру. Я сейчас на тебя в камеру смотрю. Да. Прав Шекспир. Ты делаешь вывод. Ты делаешь вывод. Не делай вывод. Сделай так, чтобы человек сказал, да, и Шекспир, и он сказал хорошие слова. Ну-ка. Да. Прав Шекспир. Похоже, мир сошел с ума. В нем нет святости. И правды тоже нет. Не надо качать головой, пожалуйста. В нем нет святости, и правды тоже нет. В нем нет святости, и правды тоже нет. Вся наша жизнь? Вся наша жизнь один большой сплошной кусок дерьма. Супер. Ворона и лисица. Какая у нас кульминация? Кульминация ворона и лисица? Ой, надо вспомнить. Вспоминай быстро. Так, ворона и лисица, кульминация, кульминация, слушай, подожди. И у меня вылетело из головы. Ворона что сделала? Ворону карпнула во все вороне горла. Вот это у тебя должно быть под коркой. Здесь кульминация, вот она. Да, прав Шекспир. Поэтому мы здесь подумаем, как ее лучше сделать. Сейчас был хороший дубль, нам надо подумать, как вот это вот 4 строчки сделать. Да, хорошо. Так. Ах, я несчастный, никчемный инструмент. Поехали. Вот здесь поставь большую цизурочку. Три... После ах? Нет, нет. После кусок дерьма. А, пауза. Между четвертым и пятым тактом. Пятый такт у нас будет короткий. Ах, я несчастный, никчемный инструмент. И с грохотом падает в оркестровую яму, издавая огулки, диссонирующий звук. Это все будет пятый такт вместе со словами. То есть наша задача здесь еще... Упасть. Да. С грохотом. И тут на что у нас действие было направлено? Так, действие направлено. Так, я... Так, сейчас, сейчас, сейчас. Я ничем не отличаюсь от вас. Я им позволил это сделать. Так, сейчас. Признание никчемности. Признание никчемности. Вы... Вы... Что-то тут написал тоже себе. Признание своей никчемности. И то, что ты все равно... А, вот, вижу, вижу. Ты выигрываешь. Все, я вижу, где это. А, с тем, что ты признаешь свою никчемность, тем самым ты выигрываешь. То, что ты не дашь дальше издеваться над собой. Больше никто... Если призрак оперы позволил так с собой обращаться и дошел до того, что ловит крыс, то ты не такой. Ты более возвышенный инструмент. Ты более культурный, скажем так. И ты не дашь возможность, чтобы вы надо мной издевались. Да? И я выигрываю здесь. Иногда... А, доказать, что иногда признание вину... Вин... Нет. А, внутренний монолог. Получается, у него... Я им позволял делать со мной это. Да, да. Это мой внутренний монолог. Но больше вы этого делать со мной не будете. То есть вы не будете писать на мне всякие гадости. Никакие трансвеститы не будут рядом со мной петь. И никакие а-ля типа композитора не будут ни чего к меня втыкать. Все. Поехали. Ах, я несчастный и никчемный инструмент. Два. Просто два. Просто тебе два. А... Ты сейчас собрался умирать с достоинства? Попытался. Да. Нет. Ты хочешь умереть с достоинства, так будь другом. Умри с достоинства. Так, ты тут... Знаешь, некий может быть даже... Вот, может быть, жалость какая-то к себе. Но жалость такая, понимаешь, веселая. Я же признал, что я никчемный. Вы-то не можете этого признать. Ни этот трансвестит не может этого признать. Ни этот композитор, ни этот Вася, понимаешь? А из них никто, ни этот персонаж, ни призрак оперы. Они не могут признать свою никчемность. А ты мама того, что ты признал? Ты еще и действия сделал, ты шаг сделал. Ты молодец. Понятно? Жалость, но жалость с гордостью, что ли, вот такой вот. Ах... Нет. Это Олег Бабихолов, который пытается сделать мои слова внутренние. Это непрочувствовано. Я никчемный. Нет. Внутри ничего нет. Внутри ничего нет. Ты не зацепился ничем внутри. Себя. Хорошо. Сейчас. Давай вспомним твой случай, когда ты в больнице лежал после драки. Давай попробуем на нем выйти. Не уходи назад. Ах, я никчемный и несчастный инструмент. А теперь добавь радости. Немножко радости добавь, потому что ты все-таки выше них. Ты сделаешь сейчас шаг, а они нет. Понимаешь, трансвистит так и останется, может быть, на всю жизнь. Трансвистит, а композитор никогда не признает, что он никчемный композитор. Ах, я несчастный и никчемный инструмент. Вот это вот близко мы с тобой порепетируем. И потом ты умираешь. Все. Отлично. Мы это потом, ну, близко уже, близко, но... Это первая репетиция, поэтому... Репетиции много не бывает, поэтому все хорошо. Монолог, я думаю, что у нас очень замечательный. Нет, на самом деле все хорошо получилось. Просто там в двух тактах дожать, это вот такте в третьем, по-моему, и в пятом только дожать, и все. Там вообще молодец. Вот смотри, когда ты работаешь, даже на кастер придешь, не смей так сидеть. Ты уже сразу, ты не в зоне С. Ты, а мне по. Да, я развалился. Вот работа. Ты даже вот сидя вот так развалившись, ты не будешь работать. Мы садимся обычно на краешек стула и работаем. Понятно? Понятно. Так мы уже сосредоточены. У нас позвоночник, потому что прямой идет. Йога, почему медитации идут с прямого позвоночника? Так. Все, что ли мы с тобой? Мы с тобой большие молодцы. Так, подожди пять секунд. Я тоже выйду в кадр, скажу. Вот так вот. Если у вас хватило все-таки терпения досмотреть это видео до конца, то добро пожаловать ко мне на онлайн обучение. Можно оффлайн обучение, если вы живете в Москве. Можно онлайн обучение, если вы живете в Караганде или в США. То тогда добро пожаловать ко мне на актерское дистанционное обучение. Надеюсь, вы поняли сегодня мой профессионализм. И, как говорится, будет вам сертификат после окончания обучения. Олег, благодарю тебя. Спасибо тебе, Лара. Что ты сегодня со мной поработал. Надеюсь, для тебя сегодня было... А, самое главное. Да. Твои сегодня победы. Ну, сегодня победы. Ну, вот с этим монологом очень получилось так. Получилось разобрать. Получилось именно... Ну... Ну, давай, давай. Ну, получилось все-таки. Получилось с монологом-то. Да. Просто дожать что-то и... Мы такты прорепетировали. Да, прорепетировали. Ты это сделал хорошо. Ты тем более только еще начинаешь... Да, тем более. Но я прочувствовал, какие такты, какая полярность, какую эмоцию надо, что, следовательно, ну, дожимать. То есть, продолжать работать и все получится. Кто лучше из лучших? Я. Я. Молодец. То есть, ты лучший из лучших и я лучший из лучших. Все. Всем пока-пока. Спасибо. С вами была Лара Шум и Олег Бобби Холов. Да, подписывайтесь на его канал, кстати. Ссылка под этим видео. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok